Чем отличается информационный вброс от действительно реальной и проверенной информации? Если на нашем канале мы говорим о том, что вы будете проходить через Мексику и 100% вас не заберет никто в иммиграционный лагерь, это будет только после того, как мы все это проверим, как мы опубликуем официальный документ. Скорее всего, это будет один из актов, которые вошли в сборник 13 апелляционных советов Соединенных Штатов, либо это будет один из актов о сборнике иммиграционных судов, всего их 58, и 12 судебных округов. То есть, когда мы возьмем документ, мы его переведем, мы вам его покажем, скажем, вот смотрите, ориентируйтесь на этот судебный прецедент и можете спокойно ехать на границу. А пока в данный момент, если вы вдруг слышите от кого-то, что все, там, Мексики никого никуда не забирают, вы не попадете в иммиграционный лагерь, что кто-то там где-то сказал, вот так и будет. Вы попадете, будете ждать, когда вас отпустят, а нам скажут, не, официального документа нет. Для примера, у нас были случаи, когда наши ребята, оказавшись на первом интервью, давали советы иммиграционным офицерам и указывали им на акты, либо на судебный прецедент. То есть, те, кому вы веряете свою судьбу, ну не факт, что они вообще это знают. Потому что в этой системе работают, да, компетентных много, но бывают просто, которые сами ничего не знают и доверяют своему зубу сердца. Нам не надо верять свою судьбу людям, которые не могут правильно принимать решения или принимают их на основании каких-то своих доводов. Нам нужны конкретную норму. Если мы говорим про то, что человек, наш клиент, идет в иммиграционный лагерь, он у нас идет с полным набором необходимых документов и для себя, и для того, кому он веряет свою судьбу. То есть, он берет и показывает, подождите секундочку, вот давайте посмотрим вот сюда, и давайте еще вот сюда. Это будет все на английском языке, и обычно у нас это все вписывается в кейс. Доверяйте только проверенным источникам, только тогда, когда вам его покажут прямо перед глазами. Во всех остальных случаях это просто рекламный трюк. Всем всего доброго, пока!